Здравствуйте! В Республике стартовал месячник по борьбе с туберкулезом. Врачи ежегодно проводят эту акцию для того, чтобы все желающие могли обследоваться на туберкулез, а заодно узнать новые данные об этой болезни. И куратор этой акции – республиканский противотуберкулезный диспансер. Сегодня его главный врач Жанна Еленкина у нас в студии. Здравствуйте! Здравствуйте! Жанна Валерьевна, Вы всегда в рамках месячника планируете огромное количество мероприятий. Что будет проводиться в этом году? Традиционно, для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам туберкулеза, мы проводим дни открытых дверей, как на территории республиканского противотуберкулезного диспансера, так и на территории всех лечебных учреждений, к которым обращаются наши жители. В рамках этой акции необходимо будет пройти флюорографическое обследование. Если есть необходимость, получить консультацию специалиста. Ну и работает напряженно все дни передвижная флюорографическая установка, как в труднодоступных районах города Чебоксары, в районе Заволжья и в некоторых других городах нашей республики. В этом году Вы решили пойти навстречу коллегам. Насколько я знаю, флюорографическая установка сейчас буквально в течение трех дней работала на территории кардиологического диспансера. Вы намерены и на территориях других клиник приезжать на этой установке и обследовать врачей? Мы всегда с удовольствием идем навстречу пожеланиям наших коллег. И когда они нас просят помочь с обследованием, мы всегда рады это сделать. Поэтому, если будут предложения со стороны других лечебных учреждений, мы с удовольствием обследуем и наших коллег, которые работают в других медицинских организациях. А вот в рамках дней открытых дверей, которые Вы проводите по субботам, какой объем обследования могут получить желающие, которые придут на прием в тезиатру? Будут ли принимать детские врачи? Традиционно методом выявления туберкулеза является флюорографическое обследование. А если это дети, то иммунодиагностика с использованием или проба МОНТО, или диаскин-тест. Поэтому вне открытых дверей, несомненно, взрослое население, если обращается, мы проводим флюорографическое или рентгологическое обследование. Если нет патологии, пациент спокойно идет домой. Если мы выявляем какую-то патологию, мы направляем консультацию к специалисту. И такой же алгоритм действий у нас по обследованию детского населения в случае обращения детишек с родителями к нам в учреждение. За последние 10 лет заболеваемость туберкулезом в республике снизилась в два раза, смертность уменьшилась еще больше. Каким образом удалось добиться таких серьезных показателей? Мы работаем по разным направлениям. В первую очередь это все-таки профилактическое обследование, когда мы можем выявить заболевание на ранних стадиях и успешно его вылечить. У нас есть полный арсенал лекарственных средств для того, чтобы показать помощь больным туберкулезом. И мы активно используем хирургические методы лечения. И вот совокупность различных методов, как терапевтических, так и хирургических, позволяет добиться неплохих результатов в излечении этого сложного заболевания. То есть раньше хирургические методы вы применяли, наверное, только по жизненным показаниям, да? Когда процесс был уже далеко запущенный, и человека можно было спасти, только прооперировав ему легкое. А сейчас есть какие-то... Какие операции вы сейчас проводите? Операции, которые мы проводим, это в основном операции на органах грудной клетки, то есть операции на легких. Они относятся к оказанию специализированной медицинской помощи. Если пациенту требуется оказание высокотехнологичной медицинской помощи, мы практически в режиме онлайн связываемся с ведущими научно-исследовательскими институтами, как города Москвы, так и Санкт-Петербурга, консультируем в режиме онлайн и при необходимости направляем для оказания высокотехнологичной медицинской помощи уже в профильный институт. Или же раз в год к нам приезжает профессор Дмитрий Борисович Гиллер, который создал уникальную методику оперативную при оказании помощи больным туберкулезом. И он приезжает к нам на базу и оперирует наиболее сложных пациентов. А что это за методика такая уникальная? Это какой-то секрет его? Это не секрет. Это усовершенствованная методика, которая была разработана предшественниками, другими предшественниками, хирургами, которая позволяет минимизировать косметические дефекты, которые остаются на коже пациента при проведении хирургического вмешательства. Скажите, а насколько охотно пациенты идут на операцию? Удается их уговаривать? Удается это, наверное, совместный труд как врачей не только фтизиаторов, терапевтов, но и врачей других специальностей. Потому что зачастую пациенты обращаются за советом и к другим специалистам. Очень бы хотелось, когда совместный труд, когда мы смотрим в одну сторону, когда мы понимаем необходимость на данном этапе прибегнуть к хирургическому вмешательству, то тогда достигаем результатов, пациент соглашается, и результаты, поверьте, бывают очень неплохие. И обязательно, конечно, бывает консультация хирурга, и веское слово хирурга, главного таракального хирурга Алексея Анатольевича Малова тоже играет свою роль. Очень часто, когда приезжает Дмитрий Борисович, мы тоже консультируем, он не только оказывает хирургическую помощь, проводит операции, мастер-классы, он также консультирует пациентов, объясняя, что на данном этапе помочь ему можно, только используя и терапевтические, и хирургические методы. Пациенты соглашаются, бывают довольны результатами, к сожалению, не всех удается уговорить, но пациенты, которым не провели в нужное время хирургическое вмешательство, к сожалению, часто к нам возвращаются обратно с прогрессированием заболевания или с рецидивом заболевания. А количество операций у вас возрастает из года в год, или вам это не принципиально важно? Это не принципиально, сколько операций мы проведем для пациентов не принципиально. Принципиально то, что если есть необходимость хирургического лечения, мы проводим операцию, не отказываем никому. А самое главное, есть пациенты, у которых распространенный процесс, у которых туберкулез вызван возбудителем с лекарственной устойчивостью, у кого достаточно большая площадь уже разрушенного легкого. Хотелось бы понимания от этих пациентов, что в данном случае можно помочь только использовать две методики, как применение лекарственных средств, так и использование операции на легких. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что к 2050 году на всей Земле врачи должны победить туберкулез. Насколько это реально? Мы на пороге какого-то открытия? Все медицинское сообщество, мировое сообщество стремится к тому, чтобы победить эту грозную болезнь. На сегодняшний день очень большое внимание уделяется профилактическим мероприятиям. Легче предупредить болезнь, чем ее лечить. И активно работает весь мир над созданием новых вакцин, новых лекарственных средств. Последние два года создан был препарат, который используется у нас уже в лечении туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью возбудителей и так называемой широкой лекарственной устойчивостью. Это когда традиционное использование препаратов основного ряда, так называемого, не имеет эффективности. Я думаю, совместными усилиями, потому что над этой проблемой работают как отечественные ученые, так и ученые всего мира. Мы очень постараемся действительно свести к минимуму проблемы, связанные с туберкулезом. Тем не менее, проблема все равно остается актуальной. Туберкулезом может заразиться прямо сейчас любой из нас. Вот скажите, есть ли какие-то группы риска, кто наиболее подвержен этому заболеванию? Если очень коротко сказать, кто подвержен заболеванию, это люди, у которых в данный момент произошел сбой в работе иммунной системы. Попросту мы говорим, что снижен иммунитет. Чаще всего это бывают дети, у них еще не сформирована полноценная иммунная система. Это люди, которые страдают хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, язвенная болезнь, желудка или 12-перстной кишки, хронический пилонефрит. Люди, злоупотребляющие алкоголем, люди курящие, люди, имеющие в организме вирусы иммунодефицита. Ну и те, которые находятся длительно подвержены какому-то хроническому стрессу, неурядицы дома, на работе. В общем, все эти факторы, которые влияют на снижение иммунной системы. И к ним же можно отнести неполноценное питание и лица старше 60 лет, у которых тоже иногда наблюдается дисфункция иммунной системы. А насколько показателен метод диагностики туберкулеза флюорография? Мне кажется, что многие недооценивают этот метод, считают, что врачи излишне и дотошны, и когда требуют ежегодно, не ежегодно, а здоровому человеку, насколько я знаю, положено один раз в год обследоваться на туберкулез. Вы совершенно правы, есть целый перечень показаний, когда человеку нужно проходить раз в год, когда нужно проходить раз в два года, это здоровое население, и когда человеку необходимо проходить два раза в год. Это кому это? То есть дважды в год нужно проходить флюорографию? Дважды в год нужно проходить флюорографию, например, лицам контактным. Это и работники противотуберкулезной службы тоже. То есть все работники, оказывающие помощь больным туберкулезом, проходят флюорографию два раза в год, не имея последствий от прохождения использования данного метода профилактических осмотров. Распространено мнение, что это излишняя доза рентгеновского облучения, а вы два раза в год проходите это облучение и ничего? У нас, наверное, процентов 30 сотрудников, у которых большая стаж работ в офтезиатрической службе, то есть они достаточно длительное время, это 30-40 лет, контактируют с больными туберкулезом. И, естественно, все эти 30-40 лет дважды в год мы проходили флюорографическое обследование без последствий, я повторяю. А учитывая, что последние, наверное, 5-10 лет республика оснащена современными малодозовыми рентгенологическими и флюорографическими установками, доза облучения по сравнению с прошлыми годами снизилась практически в 50 раз. Поэтому метод безвреден, абсолютно безвреден. Самое главное, что в нашей стране он традиционно остается одним из основных профилактических для того, чтобы выявить патологию грудной клетки. Я бы хотела обратить внимание на то, что при прохождении флюорографического осмотра мы выявляем патологию, и только где-то 9-12% это патология, связанная с туберкулезом легких. Около 9-12% это патология, связанная с раком легкого. А вот все остальное, все, что мы находим при скрининговом обследовании, это в первую очередь пневмония, большой процент занимает атипично протекающую пневмонию, когда нет каких-то ярко выраженных симптомов. Находим врожденную патологию легких, иногда даже патологию сердечно-сосудистой системы. Правильно, это же снимучи грудной клетки, там и сердце на виду. Все органы, то есть мы обследуем при прохождении флюорографического осмотра, мы обследуем все органы, которые находятся в грудной клетке. То есть никакого вреда от флюорографии, только одна польза? Абсолютно. А деток как можно обследовать регулярно, и чтобы диагностика была как можно раньше проведена в плане туберкулеза? Для профилактических осмотров детей используются два метода. С года до 7 лет включительно это внутрикожная проба с туберкулином, так называемая проба МОНТУ, все ее помнят, знают. А вот с 8 лет до 18 мы используем тоже внутрикожную пробу, только вводимое лекарство, немножко другое, называется диаскин-тест. Этот метод называется диаскин-тест. Проводится абсолютно так же, как и проба МОНТУ, читается так же, как и проба МОНТУ, но он более чувствительный, более специфичный. И если вдруг выясняется, что проба с диаскин-тестом оказалась положительной, это повод задуматься. Это возможно наличие инфекции в организме ребенка, когда еще нет клинических проявлений, так называемая латентная туберкулезная инфекция, которая требует пристального внимания, возможно проведение профилактических мероприятий в виде приема противотуберкулезных препаратов в небольших дозах, коротким сроком, но с хорошим эффектом. Или же когда мы проводим дефилиционно-диагностические исследования, подключается компьютерная томография деткам, но приходится делать компьютерную томографию. Иногда, к сожалению, находим патологию, которая связана с заболеванием. Уже непосредственно ставим диагноз туберкулеза. Помимо регулярного обследования, на что еще стоит обратить внимание и родителям детей, чтобы можно было заподозрить начало туберкулеза, и нам, взрослым людям? Какие признаки туберкулеза говорят о том, что процесс уже запущен в организме, и нужно немедленно обратиться к врачу? К сожалению, коварство болезни заключается в том, что все симптомы, которые появляются у человека, они не строго специфичны, не строго характерны для туберкулеза. Единственное, мы можем сказать, что если ребенок вдруг стал вялым, стал плохо развиваться, неуспехи в школе, потери интереса к играм и так далее, то есть его что-то беспокоит. Есть повод задуматься, что это могло бы быть. И когда мы обследуем, мы не должны забывать просто о такой патологии, как туберкулез. Примерно такие же симптомы – вялость, потливость, немотивированное снижение веса. Человек, казалось бы, питался и продолжает питаться на том же уровне, и вдруг начинает прогрессивно худеть. Кашель длительный, больше двух-трех недель. Иногда кровохарканье, боли в грудной клетке. Это тоже повод задуматься, какое заболевание вызывает подобные симптомы. Иногда это бывает пневмония, иногда это бывает другая патология. Но опять-таки не нужно забывать о туберкулезе. Самое лучшее – это своевременно обратиться, пройти обследование. Есть еще такое мнение, что туберкулез неизречим. Это ведь неправда? Категорически не соглашусь с этим мнением. У нас очень неплохие результаты. У нас есть такой показатель, как клиническое выздоровление. И когда врач больной борется за здоровье пациента, мы достигаем, поверьте, очень хороших успехов, даже если у больного заболевание вызвано возбудителем с лекарственной устойчивостью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин